О проделанном за прошедший год и о планах на предстоящий в традиционном отчете перед депутатами городской думы и общественностью поведал мэр Карачаевска Альберд Оттаев. В своем докладе он затронул наиболее важные направления в работе городской администрации в 2020 году. Также городоначальник отметил, что прошедший год, хоть и был весьма непростым из-за ограничительных мер, предпринятых по недопущению коронавирусной инфекции, но рост в экономике удалось сохранить. Ахмат Халкечев продолжит. В основном выступление городоначальника было посвящено задачам на перспективу и вопросам социально-экономического развития города. Финансовому управлению уже поставлена задача разработать рабочие проекты. Для тех, кто может создать производство и новые рабочие места, у города есть достаточно интересные предложения. Инвесторам с оригинальными идеями мэрия Карачаевска готова отдать городскую баню, которая не функционирует уже несколько лет. Конкуренции в этой сфере здесь нет. Ну а для тех, кому тема парилки неинтересна, есть территория бывшего лицея номер 4. Пожалуй, самое выгодное место в Карачаевске с точки зрения коммерции. А еще у муниципалитета можно взять в аренду новый летний бассейн. Ну а для тех, кто любит масштабные проекты, у города есть предложение по восстановлению тепличного комплекса бывшего КЗК общей площадью в 4 гектара. Главные условия на все объекты – исключительно целевое использование и создание новых рабочих мест. У нас первые на эти вопросы откликаются шустрые ребята, которые хотят это взять, потом кому-то перепродать. Этого не будет. То есть это все будет отходить только к тем, кто это может там реально делать. Прибегают те, которые в надежде, значит, посредничать между тем, кто может. Но я этого не допущу, потому что есть у меня опыт. Альберт Дутаев коснулся и вопроса оттока населения из городского округа и обозначил первые шаги, необходимые для предотвращения этого. Помимо создания новых рабочих мест, в планах организовать городской общественный транспорт, который свяжет Карачаевск со всеми населенными пунктами округа. Коснулся мэр Дутаев и вопроса развития Донбая. Он отметил необходимость комплексного подхода к целому ряду вопросов, сложившихся в течение последних десятилетий. Необходим совершенно новый подход к развитию архитектурной, транспортной и туристско-рекреационной инфраструктуры, выразил уверенность он. Вы все знаете, Донбай превратился у нас в Шанхай. Там вот эта хаотичная застройка, не позволяющая ни убирать улицы, ни тротуары сделать, ни места развлечения. Это общая проблема. Через юроотделы освоят законы, по которым земля будет изыматься на муниципальные нужды или за нецелевое использование. Несмотря на все сложности 2020 года, в Карачаевском городском округе были благоустроены две общественных и семь дворовых территории. В поселке Мара-Аяга и в городе Тиберда по программе «Демография» построено два дошкольных учреждения на 80 мест каждой. В числе первых на ближайшую перспективу намечена капитальная реконструкция центральной площади. Здесь обязательно будет фонтан и зоны для приятного времяпрепровождения для семей с детьми. А еще Карачаевск в этом году участвует во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной среды в малых городах и исторических поселениях. По условиям конкурса проект облагораживания общественной территории должен быть сформирован исключительно по предложениям самих горожан. Эспектная группа дала понять, что одним из важных составляющих при получении этого проекта будет вовлеченность жителей, активность. Будут мониториться соцсети, будет мониториться вот этот информационный портал, на котором будет проходить голосование. Если максимальное количество жителей мы охватим, это будет уже половина победы. Данный проект очень важен для нашего города. Рада в случае победы это будет бесценным подарком не только для жителей Карачаевска, но и для всех близлежащих населенных пунктов, акцентирует Тамерлан Байчоров. По предварительным планам здесь будут зоны для активного отдыха, мангальные зоны, облагородят пруды и, может быть, появится этнодеревушка. А еще в Карачаевске наконец-то появятся постоянно действующие аттракционы для детей. Помимо отдыха новый парк сможет принимать различные культурные и спортивно-массовые мероприятия. Участвовать в обсуждениях и поддержать своим голосом проект «Зеленого острова» в Карачаевске можно будет с 26 апреля до 30 мая. Ахмад Халкечев, Рашид Токов, Вести Карачаево-Черкесия, Карачаевск.